МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня говорим о наследовании по закону. Если человек, уйдя в мир иной, не оставил завещание, то наследование осуществляется по закону и происходит в порядке очередности. Имеется пять очередей наследников по закону. Порядок очереди зависит от степени родства. Наследники первой очереди – дети, в том числе родившиеся после смерти наследодателя, а также супруг и родители. Во второй очереди наследников – родные братья и сестры, дедушка и бабушка по отцу и матери. Наследники третьей очереди – родные тетя и дядя. В четвертой очереди – лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до его смерти. Это, как правило, переживший гражданский супруг наследодателя. И в последней, пятой очереди – другие родственники наследодателя до шестого колена включительно. Сюда же относятся и ждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Это нетрудоспособные лица, бывшие на содержании у наследодателя не менее последних пяти лет. Все наследники одной очереди наследуют в равных долях. При отсутствии наследников в одной очереди право наследования переходит к следующей за ней. Отсутствовать они могут и по причине отказа или устранения от наследства. Особым видом наследования по закону является наследование по праву представления. Суть его состоит в следующем. Некоторые родственники – внуки, правнуки, прабабушка, прадед, племянники, двоюродные братья и сестры – не включаются в состав ни одной из очередей наследников по закону. Но в то же время они имеют право наследовать. Они как бы представляют своих отца или мать, которые являлись более близкими родственниками наследодателя, но умерли до открытия наследства. Отсюда и название – «Наследование по праву представления». Итак, кто же из родственников наследует по праву представления? Внуки и правнуки получают ту дулю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери или отцу, бабушке или деду, если бы они были живы на время открытия наследства. Наследуют они вместе с наследниками первой очереди. Прабабушка и прадед, а также племянники, могут наследовать по праву представления со второй очередью наследников. При этом прабабушка и прадед получают ту дулю наследства, которая принадлежала бы по закону их детям, бабке или деду-наследодателю, если бы они были живы на время открытия наследства. А племянники могут претендовать на ту дулю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери или отцу, то есть родным сестре или брату-наследодателю, если бы они были живы на время открытия наследства. Двоюродные братья и сестры получают ту дулю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери или отцу, то есть дядям и тетям наследодателя, если бы они были живы на время открытия наследства. Они наследуют вместе с третьей очередью. Если к наследованию по праву представления призываются несколько человек, то доля их умершего родственника делится между ними в равных частях. Наследование по праву представления по прямой нисходящей линии родства действует без ограничения, а по восходящей линии ограничивается прадедом и прабабушкой. Но чтобы разобраться в конкретной жизненной ситуации, нужно нарисовать генеалогическое дерево такой семьи, определить степень родства каждого из родственников и установить возможность на право наследования. Самим в этом вопросе разобраться сложно, и лучше всего обратиться к нотариусу, практикующему в вопросах наследственного права. Если же у наследодателя нет наследников ни по завещанию, ни по закону, или же такие наследники не приняли наследство, отстранены от него, наследство признается судом выморочным и передается территориальной общине. Обращение в суд возможно только по истечении одного года со дня открытия наследства. Такими вопросами занимаются органы местного самоуправления. Вот и все вкратце. Всего вам доброго!